Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 94 уроке видеокурса лендинг пейдж для начинающих. И в этом уроке я вам хочу показать прикольный виджет, который позволяет делать симпатичные эффекты при наведении мыши на картинку. В предыдущем уроке мы с вами разобрали не менее интересный виджет, тоже с красивыми эффектами, но этот виджет другой. Здесь, во-первых, другие эффекты. Может так получиться, что вам не подойдут 32 эффекта, которые были в предыдущем уроке, 32 эффекта у виджета. В этом виджете эффектов меньше, но они по-своему интересны, они другие. И это еще не главное преимущество. Вот сейчас вы, конечно, смотрите демонстрацию данного виджета, о котором сейчас пойдет речь. Здесь еще преимущество то, что мы можем задать размер нашей картинки. То есть в предыдущем виджете нельзя управлять размером. То есть нельзя потянуть за края виджета, чтобы сделать его шире, если у вас картинка больше. И нельзя сделать меньше. А здесь можно задать вот такую большую картинку. У меня вот эта картинка engine animate, мой курс, она 960 пикселей по ширине. И вы видите, она как бы встала в полный размер. И вот, смотрите, на ней срабатывает эффект. Вот так же настраивается все цвет вот этой подложки фиолетовой, да. Тут какой-то текст ваш и кнопочка подробнее настраивается. Цвет самой кнопки, цвет текста, шрифт и так далее. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Данный виджет я перетаскиваю из библиотеки на холст. Сразу же давайте загрузим изображение. Изображение загружается здесь аналогичным образом. Я напомню, если вы первый раз и не знаете, как это делается. Изображение загружается в файл и добавить файл для передачи. Вот эта ссылка. Вы в Muse загружаете изображение, которое хотите, чтобы отображалось в данном виджете. Дальше. Вот здесь вот есть настройка Photo URL. Все содержимое выделяете, удаляете. И здесь прописываете путь до вашего изображения. Это папочка Assets. То есть все изображения хранятся в специальной папочке Muse под названием Assets. Вот как у меня здесь. Assets, косая черта, а потом идет название моей картинки .jpg. То есть обязательно полное название вместе с расширением. То есть изображение уже будет отображаться. Давайте в этом убедимся. Сделаем предпросмотр в браузере. Вот вы видите, картиночка работает. Давайте теперь поговорим о настройках. Первое, значит, смотрите, Photo Title. Это, соответственно, текст. Дальше, Месседж, сообщение. Этот текст всплывает у нас, смотрите, всегда на подложках. У нас, мы разберем еще тут другие эффекты, да. У нас на этой подложке всплывает вот эта вот здесь кнопочка есть и вот этот текст. Первый текст – это заголовок. Второй текст – это Месседж, то есть сообщение. Отображается здесь. Соответственно, здесь свой текст, здесь свой текст. Клик текст. Это текст на кнопке. Здесь можно писать подробнее или что-то еще. Я напишу просто кнопка. Дальше. Link to click. Здесь вешаете свою ссылку, какой-то сайт. То есть человек, если кликнет на кнопочку, его перебросит на сайт. Соответственно, кнопочка у нас каждый раз будет всплывать при разных эффектах. В этом эффекте кнопка вот здесь зеленая. Идем дальше. Box, ширина, вот это поле. Это вот как раз здесь вы можете задать ширину вашего изображения, меньше или больше. То есть узнаете у вашего изображения, какая ширина, ставьте здесь. И тогда она, ваша картинка, будет отображаться той же ширины, которую вы укажете вот в этом поле. Background Color – это бэкграунд нашей, как бы, подложки, которая всплывает при наведении мыши. Вот сейчас я сменю эффект. В самом низу мы еще дойдем, у нас тут есть серия эффектов. Я возьму другой эффект, просто для демонстрации. У нас по умолчанию подложка белая. Вот видите, вот эта подложка, о которой я говорил, всплывающая. Вот цвет этой подложки меняется вот здесь, Background Color, в этом поле. Дальше двигаемся. Title Size – это размер заголовка верхнего поля вот этого заголовка. Размер меняется здесь. Дальше идет цвет для заголовка, меняется здесь. Дальше идет Message – размер, то есть размер для сообщения. Вот это второе поле – это сообщение. Размер меняется здесь для него. Ниже для сообщения меняется цвет. Вот это Click Text Size – это размер текста на кнопке. Меняется здесь. Click Color – это цвет текста на кнопке. Ниже поля Click Background – это заливка кнопки, то есть сама кнопка какого цвета. Вот она у нас зеленая, вот здесь меняется цвет для нее. Fonts – это шрифты. Только из предложенного. Можно выбрать шрифты. Скорее всего, русский шрифт не поддерживается здесь. И эффекты, вот у нас их тут, 7 штук. Просто выбираете, смотрите, какой эффект вам больше нравится. И внизу есть еще маленькое пояснение. Также в предыдущем виджете я не обратил на это особого внимания. Вот здесь вот есть подсказка. Фото Size – оптимальные размеры. То есть, вот здесь вот ширина 400 пикселей, высота 300 пикселей. Это для изображения, которое вы загружаете в виджет. Вот, видите, я сменил эффект. В принципе, я все объяснил. Применяйте данный виджет с умом. Этот виджет, как всегда, вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг пэтч, делайте их круто!